У снайпера есть всего один выстрел То есть цена ошибки в снайперском деле очень высока Ты при выстреле демаскируешь себя Если ты не попал в цель, то это, как правило, ты не выполнил свою задачу И процентов 90 в случаях, то противник тебя уничтожит, скажем так И поэтому, чтобы произвести этот выстрел, нужно очень много всего учитывать Это дальность до цели, это направление скорости ветра относительно твоей плоскости стрельбы Если цель движется, то вносятся определенные другие коррективы по движущейся цели Это температура воздуха, это атмосферное давление, влажность воздуха и так далее То есть все думают, что это ты лег, прицелился, выстрелил и ушел Но это на самом деле далеко не так Тут нужно очень много работать мозгами Каждый из приехавших в Рязань бойцов уже профессионал в своем деле Здесь они оттачивают мастерство и прокачивают навыки Маскировка на местности и работа в команде Незаметное перемещение и выбор верной позиции Точность выстрела на расстоянии до 900 метров Здесь у нас проходит учебный методический сбор со снайперами подразделения полиции специального назначения Центрального округа Национальной гвардии Российской Федерации Собрали мы здесь 20 человек с подразделения ОМОН СОБР, которые успешно прошли обучение по программе подготовки стрелок у себя в отрядах Сейчас соответственно проходят вторую подготовку снайпер По окончанию данного сбора Те сотрудники, которые успешно пройдут обучение Будут допущены до высшего уровня снайперской подготовки Инструктор-снайпер Стрелок это базовый уровень То есть он изучает основу вообще То есть это тактико-технические характеристики оружия Самые простейшие способы обращения с оружием На данных сборах идет уже отдача Их работа при выполнении задач в различных условиях Такие сборы в Рязани проходят дважды в год В течение месяца сотрудники Росгвардии из разных регионов ЦФО Рутинно отрабатывают навыки, тщательно анализируя результаты Чтобы в условиях выполнения реальных задач никаких погрешностей Сборы больше направлены на слаженность снайперской группы, снайперских пар Уделяются такие моменты, как маскировки Выход на позицию, подготовка позиций Стрельбы на дальние дистанции Вот это основное, чтобы в последующем не делать никаких ошибок День за днем, час за часом Обязательно чем больше работаешь над собой Тем увереннее и все будет получаться Чтобы стать снайпером, нужно не только метко стрелять Требования к настоящему профессионалу высоки Хорошие умственные способности То есть приходится много считать, много учитывать при стрельбе и так далее Усидчивость, потому что приходится очень долгое время Оставаться в одном положении, на одной позиции Ну и третье – целеустремленность То есть постоянно совершенствовать себя, свои профессиональные качества Огневую подготовку, маскировку, тактическую подготовку, инженерную и прочие основополагающие дисциплины Снайперы Росгвардии – мастера высокого класса Неразрешимых задач для снайпера нет Но каждый выстрел в полевых условиях – это колоссальная ответственность Порой во время выполнения боевых задач снайперам приходится держать под прицелом винтовок опасных преступников Предотвращать теракты, а значит – спасать людей